Добрый вечер всем, кто проводит время вместе с нами на телеканале Москва-24. В эфире программа Правда-24. Мы ее ведущие. Евгений Додолев и я, Лаила Истрыжемская, сегодня у нас в гостях. Я бы сказала, один из самых эпатажных людей российского шоу-бизнеса, Никита Джигурда. Никита, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте всем. Я бы не сказал, что один из самых. Я бы сказал, что просто самый. Самый богатый. А даже не самый. Ну а кто у нас? Уже. Кто может сравняться с Джигурдой? Ну, меня перешиб и мой любимый Леш Копанин. Как же он перешиб? Ну как перешиб? С меня вообще, как ты мог вообще такое вытворять? Я ведь все это делал концептуально. Когда я понял, что мои дети слушают вообще другую музыку. А мой старший сын слушал свою шнура, группу ХЗ и так далее. И так далее. У меня тогда вышел сборник в золотой серии поэзии лирической, философских стихов. И я дал сыну прочитать. Месяц прошел. Он говорит, пап, я треть книги прочитал. Я не смог. Я говорю, что такое? Пап, ты как Пушкин. Он говорит, так же скучный и несовременный. Я говорю, а кто тебе нравится? Ну, это он штука. Я говорю, дело в мате. Он говорит, дела нет. А ты, понимаешь, жизнь другая. А ты такой романтик. У тебя там все правильно, и философия, и так далее, и так далее. Я тогда задумался. А я как раз накануне прочитал роман Гессе «Играть в бисер», где рассматривается ситуация, духовный институт, который отделен от жизни. То есть люди занимаются своими духовными практиками, наукой, искусствами, а жизнь проходит совершенно рядом. И я подумал, ну и что? Я буду, а я был в статусе народного, собирал залы, но средний возраст, пенсионеры любить по-русски, там, Ермак. И я думаю, ну что толку? Извечная проблема отцов и детей, если я такой духовный, а мои дети не хотят даже, а ему тогда было 27 лет, или сколько, что толку? Я себе режиссерскую установку, так, надо совместить несовместимое, то есть низким слогом о высоких истинных. И написал учебник в вертикале русского мата, и одновременно вышел на Красную площадь, причем после спора. Это не то, что, да, я в шутку написал в Твиттере, тогда это, если мой твит наберет 12 тысяч ретвитов за неделю, я выйду на Красную площадь в Килке и вторую станцую пародию на Опа Гангам Стайл. Мне за день накидали 13 тысяч, Джигурда, и через интернет танцуй, ты проиграл спор, а я этого не ожидал, у меня там, ну, 500 ретвита, ну, 800, 13 тысяч, и у меня звонки пошли со всех каналов, ну, так вы идете? Я говорю, конечно, иду, я проиграл спор, завтра в 4 часа на Красной площади своему телохранителю, если я говорю, срочно едем сейчас на Красную площадь, потому что завтра меня там примут, раз телевидение знают уже, ФСБ, естественно, заблокирует, и мы, я плач наделал, килл, сын тогда, Анжель Малой, ему там, не помню, сколько же ему было, он говорит, папа, я с тобой, все, пошли для прикрытия, наушники. А как, кстати, дети реагируют вот на ваши такие потажные? Вот я же, об этом я и говорил, и когда я станцевал этот танец народа в мире и закончил лесгинкой, вот на лесгинке ко мне как раз подошел полковник, я говорю, ну так нельзя, у нас на Красной площади нельзя танцевать, я говорю, ну это ж праздник жизни, и миллионы просмотров, и мои дети в восторге, младшие тогда, Эва, Эдди, и я понял, ну вот оно, но только очень многие, кто меня стал ругать, особенно моего возраста, они не смотрели первоисточник, они не смотрели Псай, Опа, Гангом Стайл, не знали, что он набрал миллиард просмотров, да, я сделал пародию, я прям по локациям, да, по режиссерски взял, ну условно, если он в туалете, в дорогом унитазе, то я в русской, в нужнике, там все. И все эти штуки повторил, и сделали опять миллионы просмотров, мне, моего, ты гурда сошел с ума, и так далее, и так далее, и так далее, а у меня дети танцуют, я вторую пароду, проиграв спор Бали Алибасову, который говорит, давай поспорим, что наша там Дина не займет первое место на Евровидении, а ты скажешь, займет, проигравший по Арбату идет в липчике, значит, я говорю, Барри, ты хитрый, понятно, что мне надо липчик искать, если я соглашусь. И я как бы сомневался в этом, и с Маринкой посоветовался. Вы только поясняйте, что за Маринкой, может не все занести. Марина Анисина, да, олимпийская чемпионка, супруга моя, венчанная, добавляю я сейчас, поскольку мы в разводе, который я мог отменить, но отменил, потому что мочили меня безбожно два с половиной года, я просто не хотел, чтобы тень всех этих фейков вложилась на нее. Но я к чему говорю, и вот после всех вот этих вот дел, все, пошла, у Джигурды поехала крыша, но когда меня стали приглашать в этом имидже на ток-шоу платить деньги, там кого-то за шкирки или там что-то, я говорю, слышите, до этого приходишь, умный разговор ведешь или под нож, или, ну это не формат. Вот мы и не платим деньги, поэтому у нас только умный разговор. Нет, стоп, стоп, Никита Борисович это не скрывает. Если вы внимательно послушали Никиту Борисовича, о чем он говорит, он говорит, что это все игра, и я играю по их, я делаю то, что они хотят видеть, я это, да, но Никита Борисович Жигурда другой, на самом деле, в жизни. Никита Борисович Жигурда очень глубокий, очень умный человек. И я это не знал до тех пор, пока мы с Никитой не стали очень плотно, близко общаться. Потому что, помимо того, что Никита согласился сниматься в моем фильме, о котором мы будем говорить, Да, о котором мы будем говорить, мы с Никитой после этого фильма сразу замутили еще и спектакль на двоих, если вы знаете, ну не все это знают, это по пьесе Олби «Что случилось в зоопарке». Когда-то этот спектакль шел на Юго-Западе, его играл Беликович покойный и Витя Авилов на двоих спектаклях. И мы с Никитой Борисовичем стали практически каждый день вместе. И я в восторге, во-первых, от него как от человека. А по поводу его актерских качеств даже говорить не стоит. Потому что, к сожалению, Никиту мало кто знает, вот именно как очень хорошего артиста. Я сейчас не говорю, не лещу, это правда. Сегодня мы говорим о капризах шоу-бизнеса, о тайных социальных сетях и обо всякой прочей чепухе с королем шоу-бизнесской чепухи Никитой Джигурдой. Вот так вы определяетесь? Я сразу должен возразить, король чепухи это интересно вообще. С Никитой Джигурдой, который отказывается от всяческих титулов, но при этом две недели назад активизировался наконец в социальной сети Твиттер под именем Джигурда-12. Потому что до этого существовала масса двойников, которые всяческую чепуху от имени великого фрика российского шоу-бизнеса там исполняли. Я все правильно сказал? Ну, я думаю, что с точки зрения массового сознания, может, и правильно. С точки зрения моего, повторюсь, в который раз я, видимо, очень хороший актер. В этом нет сомнений. Поскольку даже образованные люди верят, что тот образ, который я создаю в сети и на экране очень часто, что это реальный Джигурда. Я не знаю, расстрою я вас или нет, если скажу, что истинный Джигурда не имеет к этому вообще по большому счету никакого отношения. Что касается Твиттера, то в самом деле, мне открыли его где-то полгода назад, но я не занимался этим, поскольку не было времени. А когда увидел, что появились двойники более 10 человек, то... Достаточно активные. И об этом стали писать в желтой прессе и от моего имени обсуждать какие-то факты, которые Джигурда выкладывает от себя в Твиттере. Я понял, что поскольку я никогда не подаю ни на кого в суд, это моя позиция, значит, я решил, что против Лома нет приема. И стал периодически выходить в Твиттер, но писать, естественно, четверостишее в своем ключе. Да, мы, кстати, договорились перед тем, что стихов и песни у нас не будут. И для того, чтобы поняли, что это настоящий Джигурда, и чтобы выделяться из общей массы, поскольку я не ставлю себе задачу набрать максимальное количество читателей. Не это моя задача. Выставите задачу выделяться из общей массы. Выделяться из общей массы и донести идею человека-творца. Я глубоко убежден, что те, кто имеют расширенное сознание, смогут за матом увидеть ту истину, которая, если давать без драйва, без мата, будет или скучна, или просто усыплять огромное количество людей. Поэтому Джигурда 12, я говорю, 12... Это настоящий... Пусть подумает, Джигурда 12, что это? Я говорю, Джигурда 12, это не размер. Просто 12 апостолов жду я. И у меня есть человек, который ретвитит высказывания, анекдоты. И человек сам выбирает, что ретвитит. Я вот читаю из последних ретвитов, когда Никите Джигурде снятся кошмары. Ну да, да, что там кричит весь подъезд, но это из интернета, дело не в том. Я в основном выкладываю четверостишие хулиганские, а человек у меня отбирает вот ретвит. А что за человек? Мальчик или девочка? Ну, парень, который как раз и предложил мне вступить в противоборство с двойниками и клонами. Джигурда, Джигурда и парень. Ну, дело не в этом. Дело же не в этом. Дело в том, что я глубоко убежден, да, я называю это принципом батарейка бога. Вот когда есть только плюсы, когда наши правители под овечьими шкурами скрывают свою хищную сущность, на мой взгляд, это гораздо хуже, чем то, что делаю я, когда я, наоборот, надеваю шкуру Чубакки. Вы знаете, я просто, поскольку не помню полный титул, новый я зачитаю. Просто мне, поскольку анонсировалась наша с вами беседа, мне буквально час назад позвонил известный вам человек, которого я знаю как тонкого и интеллигентного актера, но он, ко всему прочему, помимо того, что он народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарии, он с недавнего пор руководитель Департамента защиты прав, свобод и законных интересов творческого сообщества в Национальном комитете противодействия коррупции в Российской Федерации, Никита Борисович Жигурда. И сказал, что у него как раз есть доказательства, тоже и видео, и заключения разных экспертиз, что Михаил Олегович Ефремов не был за рулем, и что есть доказательства того, что монтаж, следы монтажа, а вот видео, про которое вы говорите, которое доказывает как бы правоту обвинения. Вы можете как-то прокомментировать? Слова господина Джигурды? Да. Нет, слова господина Джигурды я комментировать не могу по многим причинам, но если у этого человека есть какие-либо основания, то мне кажется, сомневаться в том, что происходит на процессе, мне кажется, что вместо того, чтобы общаться с журналистами, надо пойти в правоохранительные органы и сообщить им о своем, как он говорит, расследовании, там, я не знаю, противодействии, коррупции и так далее, и сообщить им, потому что этим занимаются правоохранительные органы разные, прокуратура, следствие и так далее. А рассказывать о том, что там есть и какой монтаж, можно домохозяйкам или еще кому-то. Если человек выявил какое-то преступление, то оно должно быть, о нем должно быть сообщено в правоохранительные органы еще раз, и не более того. Вот если отвечать на вопрос не кто есть Джигурда, а что есть Джигурда, какой был бы ответ? Адекватный. Я гениальный артист и режиссер. Я помню, театральный институт имени Бориса Щукина, вместе с Сашей Гордоном, другими талантливыми ребятами. Я был у мастера Евгения Рубыныча Симонова, великого русского армянина, главного режиссера театра Бахтангова. Меня привели к нему из театра на Таганке. Юрий Петрович Любимов брал меня на все роли Высоцкого. Таким образом, я артист по диплому. А есть у нас еще, скажем так, Джигурды меньшего, допустим, масштаба? Конечно. У меня брат старший. Но здесь же вопрос в чем? Я родился 27 марта 1961 года в день и в год, когда ЮНЕСКО решил праздновать Международный день театра. В Киеве? В Киеве я родился. Но суть я понял. И все ее знают. Шекспир сказал, весь мир театр, мы в нем актеры. Сегодняшние компьютеры, сегодняшние возможности дают возможность, дают право людям осознать себя частью игры и ее создателям. Ибо все религии говорят, что мы дети Божьи по образу и подобию. Я говорю, ребят, мы все время рассматриваем с точки зрения Фрейда подсознание, копаемся, секс там, чтобы... Давайте вспомним ученика Фрейда Юнга, который задачивал внимание на сверхсознании. Если мы дети Божьи, все религии говорят, значит, мы боги. Так, значит, давайте искать то время, где наши предки понимали это. А это древняя ведическая Русь. Дождь бог, сварок, богиня Лада, женские богини, мужские, люди живущие и понимающие, что они в своеобразной игре говорили. Наши предки на небесах боги там, а мы боги на земле. Меня мой бог рабом не называл. И я своих детей, пятерых земных, богами не называю. И я мечтаю, чтобы они были лучше, любвебильней, круче, милосердней, чем я. Неужели тот, кто создал эту игру хуже нас? Он так же ждет от своих детей. Дети, не бойтесь стать круче папы. Много у нас ребят мечтают стать круче создателя всей этой великой игры под названием «Жизнь». Очень мало. А в этом заключается игра, в этом заключаются все вот эти ловушки и все. Это как огромная-огромная космическая игра, где более высокие цивилизации могут наблюдать, как мы можем включить телевизор, я могу сказать, что там за стеклом молодые, под руководством продюсеров, вырезающих почему-то все созидательное, оставляющие одни лайки. Мы ничего не вырезаем, но... Точно так же более высокие цивилизации могут наблюдать за нами. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».